на ремонте вот тут такой духовой шкаф это арестон с проблемой при включении f12 ну и дальше не реагирует ни на ни на что вообще при включении не реагирует на какие кнопки только на старт когда нажимаешь старт модель модель f48 10 12 p1 9 как я уже сказал при включении просто одни нули ничего не происходит но и сейчас покажу и в общем то ни на что не не влияет ни на что не реагирует кроме запуска старт ну а при старте не на старт не реагирует но со временем выпадает ошибка f12 вот так сейчас будем смотреть эта ошибка как пишет в кодах ошибки залита плата как она могла быть залита не знаю но хозяин говорил что здесь был какой-то потек он открывал смотрел на плату плата выглядит нормально открываем верхнюю крышку здесь просто винтики открутить и смотрим что здесь в середине ну что же оказалось что верхнюю крышку открывать не нужно ничего там нет на верхней крышке есть только замок и разъем для диагностики все идет в плату управления плату управления идет сзади откручиваем 3 винта и как сюда может что-то попасть и написано залита плата f12 это плата залита жидкостью сюда попасть ничего не может принципиально поэтому честно говоря все не так просто скорее всего или проблема с самой платой или проблема возможно с дорожками на плате или непонятно все хуже чем я думал потому что скорее всего все нормально и так после того как открутили здесь три винта есть доступ на задней панели печки есть доступ к плате фиксатор стоит переворачиваем и смотрим сначала здесь детали вроде бы все целы специально покажу вам вдруг будет необходимость у кого-то увидеть где какая сгорает полностью и неизвестно где какая деталь стоит может быть кому-то это поможет и вот на обратной стороне рассматриваем теперь все дорожки все детали рассматривая я обратил внимание на вот это место сейчас постараюсь вам показать немного обухлиленно значит там есть плохой контакт перегрев и трещины попробую пропаять и посмотрим чем это все закончится именно эту часть сейчас пытаюсь так показать чтобы было видно пробую пропаять именно эту деталь на обратной стороне это вот вот этот зеленый это или резистор или может быть даже теоретически это может быть и предохранитель но посмотрим все остальное окажется целым пропаиваем и будем включать я хочу обратить внимание как я решил проблему с этой платой не решил решаю проблему с этой платой никаких проблем с дорожками и таких визуальных проблем я не обнаружил в принципе все нормально начал прозванивать и вот обнаружил что вот здесь есть короткое замыкание между вот этим ключей или транзисторы короткое между этими двумя ногами значит эта нога идет на вот этот контакт эта нога идет на контакт этого транзистора и и все потом она тут через дырочку возвращается назад и там выходит на заднюю сторону и потом идет вниз а вот эта часть идет по верху вот на эту микросхему ну собственно я искал где она может контактировать поднял транзистор транзистор на руны замыкание есть потом решил посмотреть вот сюда идет до этого конденсатора и спускается вниз на этот резистор значит после резистор нет а потом она тут поворачивает еще и на микросхему поэтому что я сделал вот тут перерезал дорожку оказалось не вот здесь не на этом конденсаторе замыкания нет потому что когда я перерезал прекратилось отрезал вот здесь вот микросхемы тоже в том смысле что значит раз она прекратилась значит не здесь а здесь продолжается здесь потом эта дорожка идет на микросхему на этот резистор и проваливается на ту сторону и с той стороны возвращается вот 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 сюда потом идет на вот этот конденсатор и снова на микросхему получается когда я разрезал увидел что здесь тоже нет замыкания замыкание остается но тут ниже то есть тут сверху его нет здесь вот до микросхемы нет после этого резистора меряю резистор нормальный а дальше уже никуда не идет проваливается сюда и потом возвращается и уже когда проваливается туда выходит из этой платы эта дорожка выходит вот сюда здесь я отметил фломастером не простите это другая сторона выходит вот здесь на шестом контакте снизу и идет вот сюда на нулевой сопротивление сюда на нулевое сопротивление поднимается тут один ну и поднимается вот до этой микросхемы и получается что что я вам посоветую не отрезать дорожки а начать вот с конца отсюда отрезать вот здесь нулевой рассоединить нулевой резистор и увидеть это здесь на микросхеме или на той верхней плате вы сразу определите здесь отсоедините я увидел что когда здесь отсоединил здесь осталось замыкание а здесь прекращается на этой части платы его не получается что когда я померил вот это ножка с вот этой в замыкание и вот это напротив находящийся это 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 в замыкании причем эти вместе соединенные тут дорожками но это ключ который должен включаться при определенных условиях он просто коротком замыкание поднял вот эту ножку паяльником и иголочкой паяльником расплавил припой и иголочкой поднял все короткое замыкание прекратилось поэтому я заказал эту микросхему микросхема простая не знаю какая будет у вас там значит стоимость микросхемы 5 штук на 1 доллар в прямом смысле не не фигурально прямом смысле заказал сейчас она придет поменяю и буду смотреть конечно может быть что-то в обвязке этой микросхемы она по какой-то причине вышла из строя но может она вышла из строя из-за того что как бы не выдержала возможно вот тот сервисный порт залили но он но он не выдержал и все-таки вышел из строя сейчас я уже заказал придет поменяю меняется просто я паяльником буду допустим с этой стороны еще удобно его снимать а с этой стороны не очень поэтому или по откусываю ножки и потом по одной удобно выпаивать может быть так и сделаю или начну отгибать позже скажу какое название если она там плохо так не могу четко увидеть но значит это 74 hc 40 52 74 hc 40 52 значит вот на на плате есть еще одна такая микросхема но она не совсем такая здесь 74 hc и другие буквально сложно сказать по моему это 656 и у нее на первых это получается напротив первого контакта замыкания у нее напротив первого контакта нету замыкания хотя это другая микросхема но это все равно ключ и по сути дела они должны были плюс-минус одинаково работать но заказал и посмотрю как чем это все закончится как будет работать с новой микросхемой а там посмотрим что же дорогие вот это опять тоже нет освещение немножко мне наклонен я слежу за платой управления но после замены микросхемы все работает на кнопки реагирует я не отмывал флюс на плате и она начала работать работает и время от времени выпадала ошибка 12 и потом снова включалась выпадает включается не не уходит защитный режим а просто f12 там побудет две секунды снова продолжает работать не знал по какой причине снял снова плату управления отмыл спиртом все всю плату помыл и там где я паял флюсом и почему-то это помогло не знаю какой причине но не важно работают итак замена копеечные микросхемы тут конечно самая большая проблема найти причину но я свою логику вам показал подробно в общем то суть в том что нужно было найти где есть коротко пошел по цепи и нашел короткое замыкание в микросхеме значит микросхеме были замкнуты на коротко три три ножки две с одной стороны и одна с другой все друг с другом на коротко были замкнуты в новой микросхеме этого не было припаял в общем то есть разные методы я от по его микросхему вот таким вот паяльником вот такая широкая просто водил по ножкам одну сторону поднял и потом по ножками вторую ну а припаивается припаивал уже небольшим паяльником по одной ножке собственно это не проблема ну а духовой шкаф работает подписывайтесь на канал увидите что на самом деле своими силами можно победить ну 90 процентов 95 процентов всего слова не важно чего кроме отдельных случаев за которые в общем то и дело даже не в инструменте в сложном за него нет смысла даже браться просто это нужно нужно потратить очень много времени все можно отремонтировать вопрос столько времени сил и средств ну а легкого ремонта 95 процентов